Спейсман Я обожаю что-нибудь придумывать новое И вот в этом вопросе моё мнение никак не сходится с другими товарищами, которые не понимают, зачем вообще что-то придумывать Когда уже всё придумано до нас Вот гонки на мотиках, зачем их придумывать? Уже есть горка-морка Фигню какую-то ты спейс создал Ласт энд, да чушь полная там Что, переделываешь кодекс ХСМ? Уже Келли написал кодекс ХСМ, зачем это делать? Дело в том, что смысл-то не в том, чтобы что-то новое придумать А в том, чтобы просто что-то придумывать, потому что это клёво Например, у меня во дворе в детстве я с друзьями создал своё государство У нас были свои валюты, которые мы рисовали, обменивались ими, что-то покупали, банки работали Какая-то у нас полиция Короче, зачем придумывать? Всё это есть уже, да? Там деньги есть, государство есть, банки есть Но нам было реально очень интересно То же самое, вот я вот так ребёнком и остался Мне сейчас интересно в рамках Вархаммера придумать что-то своё Чем я, собственно, и занимаюсь Помимо этого, я знаю, что есть люди, которые тоже, которым это не чуждо И я вот сидел, думал, как мои два греха соединить в одно и остальных всех тоже Пацаны, давайте сюда, в мой двор, в моё государство Сделаем свою валюту И я понял, как всё это объединить Я назвал это компанией Релик Что такое компания Релик? Давайте разобьём объяснение на идеологическую часть и техническую Идеологически каждый игрок в идеале должен создать, если не кодекс свой, то как минимум саплимент Где у него будут свои юниты, свои индепы, артефакты, трейты и так далее Причём он не просто сядет и напишет, да, пельмешки без спешки, пошли там всех убивать Нет, всё это будет происходить на глазах у участников Будет реально битва большая, много таких битв Где герои будут из раза в раз встречаться, биться за что-то и так далее Получать опыт, получать артефакты и всё это складывать в свой саплимент И в конце будет такая книга, где герой, который реально прошёл через огонь и воду Варгир, который он заработал и таких там несколько, какие-то юниты и так далее Вот это как бы идеологическая часть Технически это будет выглядеть следующим образом Мы сделали большой длинный стол на 8 человек Это пока максимальная вместительность нашей компании Где две стороны по четыре игрока играли между собой, бились за ресурсы и за артефакты Но эти союзы были так, на бумажке Можно было в любой момент развернуться, начать стрелять по своим Главное, что это упрощало технически Потому что когда 8 игроков ходят по очереди И когда две стороны ходят по очереди, это разные вещи Плюс как бы друг другу помогают, это проще Были артефакты, заранее заготовленные мной Не очень дорогие, не очень паверные Нужно было их отнимать у незамешанной в конфликте в стороне Типа там 10 плагмаринов держали там броню, например Вот И ресурсы были раскиданы, коробки с ресурсами Эти ресурсы потом игроки смогут тратить, собственно, на создание своих артефактов Своих юнитов и так далее Вот И, собственно, давайте начнем посмотрим, как это у нас получилось Громный стол Орки с этой стороны Ильдары Здесь вокруг алтаря Кхорна версаки и фирстер летает такой Самоубийца Самоубийца Опты там что-то Ева Здание Здесь 10 плагмаринов с Фрэнком К ним пришли Дарки и Хаситы Хелфист Уважение, два парня честных Здесь укрепрайон Драйзнич с пятью плазмами С тремя Хэви-болтеры с лордом К ним приехали спейсмарины и Хаситы Тоже здание Небольшое Где-то телепортаторы Можно помещаться между столами Пожеланиям Здесь танк Ринка И Опять же Хаситы Опять же спейсмарин Сыны Хоруса Где-то попадали Вышли 10 тысяч лет Появились Вот такой вот у нас стол Такие у нас игроки Которые вместе со мной Хотят создавать свои Саплименты И сейчас мы будем Бить с ресурсами и артефакт И вы увидите Насколько Различается поведение Игроков Когда У них другая мотивация Не какие-то абстрактные точки Там, да Объективы Которые надо удержать Нет Здесь какой-нибудь Клёвый артефакт Который поднял Себе Забрал И в норку Утащил Это уже совсем другая история Движуха в основном На этом фланге Здесь Болей Убрали один отряд Вернее Убили одного Отступили Сюда Шаблон Все Отжинкали И Эльдары Здесь убрали Девастаторов Вскрыт Также Розербэк С этой стороны Там сняли Всего Хулпоинт У Ринки Больше ничего Не происходило Ход второй стороны Сюда Подъехали Байки Все Фистера Он Четыре армора Откинул Спокойно Подчарджили Берсаков До этого Немножко Постреляв по ним И Остался Один Их держит Like a boss Там Идут Куда-то Здесь Идут Дарки Подчарджили Плагмаринов Ничего Не потеряли Плаги Дарки Потеряли Троих Но Седьмой Ледак Прокинули Здесь Плагмаринов Плагмаринов Ничего 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 Пять Третьих Эмвелей От кем-то От кулаков Здесь ЧМ В одной Райне Остался От хэви Болтеров Капитан Вот А там Сплазм Этих Хавоков Сдуло Вот Ринка Выехала Из мельта Убрала Одного Нейтралы Из-за которых Естественно Отыгрывал я Действовали Нас следующим Образом Если В 12 дюймах Никого нет Они Не шевелятся И если Только Кто-то Издали По ним Стреляет Они Отвечают И Только Если Кто-то Входит В зону 12 То Они Агрятся На Ближайшего Ну Чтобы Их Поведение Было Понятным По этому Флангу Эльдары Тут Что-то Типа Двух Орков Одну Копты Унесли Потом Стреляли Сюда Бэм Упал Бедный Дредноут Скауты Скауты Отхватили От блина С дефайлера Здесь Подчарджили Терминаторов Культисты И Варф Смит Варф Смит В челлендж Выиграл У Сержанта И В плен Его забрал Вот так А как видите Культисты Кончились Сам потерял Вунду Значит Здесь Стреляли Хаоситы В В Стеон Остался Одна Ху-поинта И один Умер Внутри Зашли Внутрь Домика Здесь Дракон Виктор Страйк Единица Внутрь Двоих Убил Да И мельтосмертники Умерли От Нойзов Тоже Был Пленен Сержант Пленен Спросите Вы Давайте Еще Немножко О Механике Нашей Компании У каждого Игрока Есть Четыре героя Из них Один Главный Там Какой-нибудь Чаптер Мастер Остальные Там Уровни Капитанов И Либрариев На Первый Этап Можно Был Брать Одного Причем Не Главного И Все Чарактеры Тоже Могут Как И Индепы Набирать Опыт И Когда Герой Чарактер Погибает Он Не Умирает А Кидает По Таблице Единица Умер Действительно Все Никогда Больше В этой Компании Он Не Сможет Принимать Участие Двойка Пленен Вражеской Стороной Забрали Могут Его Там Пытать Выкоп За него Просить И так Далее Три Четыре Тяжелое Ранение На Следующий Этап Не Сможет Его Игрок Использовать Лежит Отлеживает Там Пять Шесть Ранение Просто Ушел И Мож Со Следующего Этапа Спокойно Им Играть Это Сделано Естественно Для Того Чтобы Игроки Боялись Своих Героев Пускать Куда Им Как Вот Например Сейчас Игрок За Хаос Бросил На Термей С Его Варп Смита Просто Типа А вот Там Терминаторы С Молотками Подумаешь Сейчас Я Всех Наверну Понятно Что Сержанта С Мечом Он Убил А вот На Следующий Ход Я думаю Уже Все До Свидания И Я думаю Что Так Игроки И могли поступать Ну на первый Возможно Второй Этап Когда Герои Еще Не Прокачены А вот Скажем Шестой Этап Идет И у Тебя Там Так Нормальненько Он Прокачан Все Поднял Там Туда Сюда И Как То Не Хочется Умереть Кинуть Единичку И Все Больше Никогда Этого Персонажа В игре Не Видеть Как Думаете Орки Массово Входят В телепорт Управляются Кто Куда Постреляли Опять По Фистеру Ничего Здесь Идет ХТХ Дарк Ангелы Против Плагмаринов Плагмарины Вырезали Захариев Но Он Всего Лишь Ранен У нас И Выиграли На 4 Тем Не Менее Стоят Скаут В одну Морду Вырезал Пак Культей Догнал Их Простерзал Термосы Мочит Бедняк Здесь Один Плагмарин Остался Марла Марла Убили Причем Совсем Единичку Кинули От кулаков Растерезали Бедное Тело Расшатали Бастион Вывалился Дразнич Залег Не прокинули Даг Смельт Сюда Внутрь Остался Один Хэйвболтер Внутри С Лордом Упал Айрнклад Напихал Бедному Финду Что-то с ним Случилось В одной Хэлпойнте Остался Щупальц Оторвали Снайперским Выстрелом Сержанта Убили Одного Кого-то Еще Полузгали Здесь Заноизов Взяли Там В том Здании В телепорт Вошли Орки И вот Они Вывалились На мотиках Вот Сразу Войска Сынов Хоруса У них Ледак Поднялся Они тут Фрустрельно Все что могли И Нойзов Здесь И Командирский Состав Весь накрыли Вместе С этим Самым Культей Не осталось Всего лишь Ранен Повезло И Взорвали Ринку Нейтрал И Вот Он Закономерный Итог Необдуманных Действий Варсмит Уничтожен И Даже Несмотря На то Что Он Не Прокачан Все равно Это Неприятная Потеря Потому Что Героев Осталось Всего Три И Четвертого Придется Растить Из Сержанта Самому Нельзя Просто Взять Какого-нибудь Нового Депа Создать Нет Тут Все-таки У нас Такая Вот Компания Где Все Надо Выращивать Самому И Еще Немножко О Телепортерах Я Специально Сделал Чтобы Если Ты На своем Столе Все Сделал Что Тебе Нужно Ты Можешь Зайти В Телепорт И Куда Нибудь Там Двинуться Помогать Своим Как Видите Орки Первым Делом Мильдар Отъехали Подальше Решили Не догонять Их Просто Попасть К своим Друзьям И Там Навести Шор Ход Нейтралов Летит От орков Подальше Фистер Плеточка Сюда Единицы На пробивание Здесь Мы Дорков Мочим Мочим Осталось Сколько Там Один Что Трое Трое Двое 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 Осталось Сержант Тоже Умер Кстати Надо Сейчас Кинуть На бунах Может С мамой Приватимся Здесь Из Лежа Из положения Лежа Мы Третья Ноль Убрали Отсюда Еще Постреляли На фнп Откинули И Здесь 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 Подчарджились Мы Сами Никого Не убили Мал Атака Нам Убили Троих Ход Не знаю Силы Зла Не назвать Эх Там Альдары Какие-то Хотя Они Да Силы Зла Вот Короче Они Уничтожили Тут Три Копты И Пытались Фестеру Чего Не сделать Ничего У него Стреляли Облитераторы Которые Выпали Коробку Сперли Последнего Скаута Вот Эти Ничего Ева Тут Леталочку Этот самый Спидер Накрыла Там Терминаторы Освободились Вот Кого они Убили Там Плакать Состоял Плак Плак Здесь Пришли Спавны Съели Дразнича Отошли Атифакты Нету А это Нету Ветеранов Порубили Из Соников Там Ласка Развернулась Бам Глянец И Здесь Дракон Чуть пожег И Одну Бунду Ауроком Из Краба Из Белого Краба Здесь Ход Орки Не знаю Что делали Вот эти Пацаны Шли к телепорту Вот такая Вот история Грустная Здесь Две копты Телепортнулись Орки Пришли Плюс Еще Пять Тактиклов Пришли Отхватили Люлей Тактиклов Умерли Первый отряд Двое Трое Умерло Из Новых Орки Убили Одного В результате Не прошли Ледак Нети Нети Этот Вступил Эти По-моему Брулу Огребли Троих Убила Вот Два Термана Авервотчи Пришли И взорвали Главного Да Беда Вот Здесь Вышел Кирпич Бам Бам Ничего Эти Хотели Чардж Отошли Обратно Отсюда Убили Сержанта Термасов Снайпера Хотели Повторить Подвиг Тоже Убить Престиженом Не получилось Брат Сортирус Как Брат Сортир Сортирус Сортирус Брат Сортирус Убил Маулер Финда Вот Три Иммобилайзер Дракона Два Откинутых Три Плюс Прошел Майка Босс Взяли Маленькие Коробочку Здесь ПТХ Там Стоят Пацаны ПТХ Ветераны Вот Вот они Сыны Та Хоруса Мне кажется Что архетип Орков Подходит Для этой Компании Больше всего Потому что Они На мотиках Этой Огромной Барбандой Своей Все Съели У себя На столе Зашли В телепорт И уже Жрут Там Чужие Ресурсы На другом Столе Вот Так Непростенько Все Ну и Там Такой Клевый Хелфиз Ну блин Игрок За него Неправильную Закачку На мой Взгляд Взял Полностью Стрелючую То есть Пришли Туда Термосы А кулаков То нет Нейтралы Летит Фистер И плеткой Сюда Хотел Но там Какой-то Уворот И все Такое Нечестно Все Вот Здесь Мы Погнали К чертовой Матери Орков Они Нам Ничего Вообще Доп Лишнее Два Раз Промахнулся Один раз Не пробил На 2 Плюс Ну мы С 5 Атак Два Всего Клавсой Но тем не менее Там Навернули Их Вообще Как Лошар Последний Здесь Хэри Болтер И Ласка Никого Все Откидывают А вот Здесь Вот Там Вернее С С Потому Что Это Упыр На этом Фланге Из телепорта Вылезли Культисты Пожгли Немножко Идущих К телепорту Орков Значит Самолеты Серпенты Завалили Летящего Фистера Он упал И тут же Таким Аааа Артефакт Облитератор Сланш Серьезно Это Облитератор Сланша Увидев Это Тут же Стренули В борт Дек includes Дефайеру, заимобилайзили его, сами дефайеры до этого стреляли в байки, здесь умер один хилбрут, умер один терминатор, спавные самоубились о байке, потому что капитан включил свой трейд, там фейнпэй плюс один атак, вот здесь. Вектор страйков сержанта, сержант без раны, и краб по дну ходит, ничего не делает, а здесь танчик развернулся, пострелял, четвертый результат на парне, и сдуло ветеранов от ножа. Фистернёший, очевидно, хороший артефакт упал, и народ тут же начал сходить с ума, палить по своим, лишь бы не отдать, лишь бы артефакт не попал в чужие руки. Здесь орки в чарджи не дошли, вышел самолет, расстрелял вот такой же здесь в жопу его, снайпер высунулся, дырочку снял ранку. Здесь копты пришли, один парень дарков пришел, я откидываю фейнпэй лайк босс, и не могут артефакт у ФРНК отобрать. А что там, вы дрались? Дрались, да, один на один, когда шли. Ничего, короче, здесь сломали домик, убили лорда, отобрали ласку, хатшотную, короче, не наводится. Это первый артефакт, который сегодня забрали, здесь, значит, в попу дракон, нифига, увернулся от всего, там тупиц, аронклад, орки не смогли добить краба, он там двоих унес. И здесь вся стрельба, остался один лорд, его подчарджили, он убил капитана, сержанта, покинул на своем мече шестерку, получил первый ВС. В результате убили, меч отобрали, и уже продали наглые цены, меч тем самым оркам. Итак, за ход у нас случилось несколько важных вещей. Во-первых, взяты первые артефакты, причем артефакты у нас выглядят вот так вот, такие карточки, я их в ламинат загнал, и, как бы, имея эту карту, ты можешь в ней поступать как хочешь, можешь использовать, собственно, по прямому назначению, давать своим героям, причем можно даже лейтенантам, сержантам, в общем, любому чартеру в твоем ростере. А можно, как это сделал игрок за цену Хоруса, продать сразу, там, на что угодно. Вот, в данном случае он продал за игровые очки оркам. Из хранителей остались только плагмарины, орк вырезали, пошли в ту сторону, к вот этим большим бякам. Самолет развернулся, убил орковский леталку. Здесь горячо подняло Ева артефакт, и это казался артефакт мечты, может свой любой запилить. Вот, все такие заразы, ааа, я тоже хочу! Тут и союзники, и не союзники все нападали, но отбилась Ева, тут куча стрельбы, понятное дело, вот. Эти добили бедного снайпера. Какие-то хаоситы стреляют спину плагом, из телепорта вышли. Этот открыл дверь для танка, так, стеряя сюда. Двоих убило! Там ничего, дефайлер что-то с врагом пролетел, сюда ничего. Стрельба со всех, откинули все, пацаны. А что здесь? Убили краба, потеряв кого-то. А здесь перекати-поле такое вот, чтобы выкатилось. Вот телепорт, если что, может дойдешь? Там, значит, и шерпер лисит. Эта сторона воюет. Дарки идут, пострелялись, плазм завалили одного, плагмарина. Здесь ХТХ, терминаторы с хеллбротами, ничего. Здесь собрались, спейсмарин на мотиках, подчарджили, убили терминаторов вместе с варлордом Даркмарина. Брат Сартирус взорвал ЛР. И скрипич идет за цинами Хоруса, у которых тут тишина. А можно ли отобрать артефакт у Евы? Сейчас узнаем. Но вообще, я думаю, лучшие несуны артефактов будут рептайды. Подобрал и на 4D6 поскакал куда-нибудь к краюшку. Плагмарины, короче, мукинайкубик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выпала троечка, подошли. Мельте. Там у нас есть комбик. 1, 5 инвуль. Куча гранат. 5 инвуль. Кулака 2. 1 не прошел, надо же, как так. А это было шестерка. И он взорвался. Потеряли в результате мы одного. Эльдары. Что Эльдары сделали? Эльдары вот так вот пушки подняли в разные стороны и промазали куда-то стреляли. Нас обманули. Серпенты. Что-нибудь сдули? Не еще. Странно. Странно. Здесь, вот отсюда, короче, сцена такая. Стоят Фрэнк и чемпион последний оставшийся. Потому что здесь танка сдули последних трех плагмаринов. Сюда заходит чемпион культистов. Орет за каос. И чарджится. Фрэнк из пистолета. Пэм. Промазал. А вот чемпион из болтера попал. Выкинул 65. Прячился в ДП. Здесь по коридору бегут хаоситы такие. Выбегают. И на измену подсели, пацаны. Вот. Там еще один, как я понимаю. Снимаем. Один умер. Как говорили. И здесь нас жучили немножко. Спейсмаринов. Комсква. Там одной ранее. Кто-то умер, да? Один умер. Один ветеран умер. В коридорчику. В... Как? В Верибуки, да? Да, да, да. При том, что на столе многие понесли серьезные потери, количество Эльдар меня сильно пугает. Орки не стали сходиться с ними в бою, так что никого не потеряли Эльдары. И у них как бы три Серпента, Призма, Ева и все это стоит. И сейчас может просто, наверное, весь стол аннигилировать. Ход этой стороны. Эльдарки тут по коридорам бегают куда-то. Значит, там грустная битва, осталось один на один. Здесь подчарджили пятно Нойзов. Вот это, я так понимаю, трупы. Не, скажешь, осталось. А, еще осталось. Живы. Бегут, да. Они даже двоих вынесли. Кто бежит? Боизы бегут? Да. Не знаю такого, они бесстрашные абсолютно. А, Фирос, ну давай возвращайся обратно. Вот. Значит, осталось двое, кого-то побивали. Эронклад тут тоже. Продали дропот. Эти выторговались 20 очков, разрешили ему бить дропот свой же. Типа качается. Коррупция процветает уже на первом этапе у нас. Вот, эти тут ходят, толкаются. И Шер развернулся в жопу, и в него сыны Хоруса погружаются. Игроки достаточно быстро сориентировались, как распоряжаться своими виртуальными ресурсами, еще до того, как можно их потратить, собственно, на свои войска. Например, можно прокачиваться за счет этих ресурсов. Можно я твой дропотик тут подъем? Нет. А за 12 очков? Ну ладно. Вот Фрэнк и ДП, ДП пошел танк разбирать, один раз всего пробил. Несмотря на то, что он стоячий был. Второй, третий результат нанес. Здесь Фрэнк получил ран три, две из них, второй армор провалил, сам убил троих, те не побежали. Здесь терпент, ворков, осталось их вот трое. Здесь два пацана занесли одну рану Фрэнку. Фрэнк со словами кол, выкидывает кол, умирает. И армор получает дарк, Марин с него поднимает. Вот, там убили Нойзов и дружно-дружно, да, забили ДП. Последний выстрел с... 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 И последний артефакт понят. Я в какой-то момент уже думал, что у Фрэнка армор второй с включаемым вторым инволем не отнимут. Но, тем не менее, пришли ко мне обычные рогатые натуралы, сделали мне сколько, четыре сейва занесли, из них три я провалил. Видимо, он Фрэнком просто надоело участвовать в всём этом, и он сказал, да, на, на, забирай. Борки, телепорт, и он туда. Так, здесь из телепорта вышли клопки. Дарки нагнули пацанов, которые подняли артефакт, он тут дропался. Нет, нет, вот эти двое, другие двое. Да, другие двое. Жаль. Мне тоже жаль. Вот, здесь нагнули одного, Саим тоже потеряли одну, это, видите, самые облитераторы. Вот, брат Сортирус пятый раз не попал из Мельте. Ну, тоже бывает. И самолёт летит на полной скорости, везёт сынов Хоруса. Борки там собираются вокруг телепорта, хотят, а вон нам эти остатки. Сторона эта, а ещё Эльдар этот уже пытается нагнуть своего же краба, но пятый инвулятор, они же хороши, правильно? Бессмертие. Бессмертие, вот. Что ещё хорошего? Закрыли танком ход, чтобы никто не стоял тут наглый. Собственно, несут брони у пацаны два, тащат такие вдвоём. Вот. Хелбрут унизил терминаторов последнего. Ногой в лицо. Ногой в лицо убил. И что ещё? Дракона сбили. Дракона сбили, и там аннигилировались, убили капитана. Облитераторы сами умерли. И Ласк упал на землю, он там валяется. Здесь байки вылезли через телепорта, то туза зашли, потом через несколько ходов оттуда вылезли. Тортическое движение. Так, здесь идут по коридору толстые. Пролетела шер, скоро будет высаживать. Значит, подобрал брат Сортирус Ласку, крутой хотшот, пальнул. Ну, парни ждали-ждали, достреляли, получили с него опыт. Он свежел такой. Слежел, ну, побежите, мастер-крафт теперь можно подать. Здесь там орки куда-то идут. И ДФК ползает, что он иммобильный мистер стоит. Да, всё. Эльдары, имеющие больше всего моделей сейчас, стреляют во все стороны, там что-то орков побили. Здесь, просто со всего в залп в эшер, от всего увернулся пилот, лайка-босс. И не попали в брат Сортируса. Орки не дочарджились, вместо семи кинули шесть. Здесь эти колобки, Еву аннигилируя, с неё упал Грант на артефакт свой. Сыны Хороса выгрузились, порвали двоих, стоят на броне. И третий результат. Третий результат от брата Контептера. Брат Контептера. Брат Зименный. Вот, здесь один с плазмой сам себя... И он уже нанёс, а он уйдет. Кому-то он уйдет, кому не знаю. Еве, еве, еве. Брат Сортирус, подняв ласку, убегал. Вот, и здесь этот едет. Другая идёт, да? Спейс Марин, они не хотят просто так отдавать полезные шмотки. Они консолидируют свои силы, и у них достаточно хорошо получается. Ева упала, рогатые натуралы упали. Правда, поднять ещё не получилось. Когда игрок что-то забирает у нейтралов, он забирает это автоматом. А вот с него поднять уже сложно. Надо кидать кубик. Это сделано для того, чтобы ты там все набрал артефактов, создал какие-то свои. А тут тебя раз убили, всё отобрали. Нет, не так-то всё это просто. Отбивается, тут Орку убили, да? Понятно? Да, да, да. Значит, самолёт прилетел, нагнул Шер, который выворачивался, но не очень. Вот, и всё остальное завалило Контептора, который кидал-кидал пятый, но не смог. Самое веселое, что мы не смогли, но после вас подним. Парни хотели спидфайр, не получилось, но танк нагнули. Здесь свою фазу стрельбы потратили на отрыв армора. А потратили ещё, как к тому же, куб судьбы, смогли и с рероллом армор поднять. Брат, как его, сортирус тащит в ласку. Пока бежит, до сих пор. А, и взорвали дроп-под Орки. За 10 очков. Ещё одна схема с дроп-подом, короче, за 10 очков позволили Оркам поднять опыта. Ещё одна механика, которую я придумал для этой компании, кубы судьбы. По полю где-то по 2 кубика на стол разбросаны кубики. Их можно взять, подойдя к ним в БТБ. И этот куб можно использовать для любых своих бросков. Любых абсолютно. То есть кидаешь там, не знаю, 10 выстрелов. Берёшь один этот куб судьбы. Суть в том, что его можно перебросить. Без разницы, какой бросок. Но он тратится. Вот его ты взял, кинул, независимо перебрасывал, не перебрасывал, всё равно он потратился. То есть это сделано для того, чтобы в очень важных бросках, например, кидаешь куб на то, что произошло с твоим персонажем, когда его убили. Хорошо бы от единички и от двойки желательно тоже обезопасить себя. Берёшь куб судьбы, кидаешь, ой, единицы преролил, возможно, пронесёт. И как бы игроки могут поднимать эти кубы и распоряжаться как хотят. Могут на это потратить, могут на стрельбу какую-нибудь потратить, дурацкую. В общем, по-любому. Единственное, только нельзя, если ты уже бросил что-то, взять куб судьбы и преролить. Нет, его надо заранее брать. То есть уже точно знаешь, что ты, вот это важный для тебя бросок, и ты ему можешь перекинуть. В данном случае поднимали броню на 4+, не, на 5+, уже, да, 4+, на прошлом ходу. И решили, что это важный бросок, приролили и действительно подняли. Так, самолёт. Брата Сортируса и с призмы просыпался. Руки потерял, глазок отвалил из пилы. Кран тоже попал. Он хотел закрыть. Попал, но пробил. Ясно. И отсюда 2 серпентов, колобков. Второй армор. Под громкие вопли за императора и прочее. Было всё, не меня откинуло. Брату Сортирусу, наверное, всё-таки нужно было стоять за бастионом и не отсвечивать, держать лазочку до конца игры. А так он вышел и просрал все полимеры. Так, и последнее действие. Разделили стрельбу, пацаны. Раз, два, накрыли. Вот. Здесь 2 попали в самолёт. Да, 2 попали, но ничего не сделали. Ничего. Мне просили особо отметить, что все лунды сняли союзники. Здесь Avenger были тоже нагнуты. Прокачал там уже сколько? 5-5. По 5, да. Суны форсов с этими артефактами. Забрали, там забрали, пацаны грант и ласка валяется, бесходная. Фу, ну наконец-то закончили. Играли не по ходам, а по времени. 9 часов, всё. Как видите, результаты у нас достаточно интересные. Орки сильно реально прокачались. Там подняли как минимум 2 уровня и уже третья половина есть. Подняли, артефактов не подняли, но выкупили один меч у сынов Хоруса. Потому что они сказали, фу, демонический меч, не будем его носить. Они, видимо, ещё не знают. Из 30-го тысячелетия пришли. Не знаю, что их папка делала, что творила вообще по беспределу. Вот. Виш, всё-таки у Ильдар остался. И что там, броня, броня отошла тоже к сынам. Пацаны, тут типа по артефактам нагриндели орки. По опыту, кто набрал больше всех очков, по-моему, тоже орки много подняли. Что мне особенно понравилось, я давно не видел такого энтузиазма у игроков. Их действительно волновало, что происходит. И прям им нужно было занять эти объективы. Они реально носились за этими сундуками. Артефакты это вообще там друг друга стреляли. Союзники в союзник. Брат на брата. И мне понравилось, что вот реально командная игра была. И Шер тоже манёвр. Таких манёвров на маленьком состоянии, конечно, не видишь. Полетел, подобрал своих парней, привёз. Они там взяли, затащили броню там. Танк, раскупатели. В общем, вот какая-то война была совершенно другая, отличная от наших сюжетных компаний. Она была, вот, не знаю, реально я получил удовольствие, наблюдая за игроками. И судя по игрокам, они тоже получили большое удовольствие от этой игры. Так что, считаю, релик первый с аксессом. И мы будем продолжать. Сейчас у нас этап, соответственно, там, укупок-перекупок, постройки и так далее. И потом, наверное, в следующее, через одно воскресенье, мы будем играть второй этап. Если у вас возникло желание присоединиться, welcome, но вы должны понимать, что у нас всего 8 мест на компании. Больше просто мы не можем. Вот видели, там, 4 стола, это вот от как раз одной стены к другой. Поэтому, если у нас будет 8 человек, то будет очень жёсткая конкуренция. Потому что, если ты пропустил этот этап, то только на следующем сможешь покачаться, там, что-то погрынить. Да, это уже совсем другое. Не то, что пропустить турнирчик какой-нибудь. А, подумаешь, не пошёл. Ха-ха, господи. Здесь уже дело серьёзное. Так что, конечно, welcome. Внизу под описанием есть ссылка в группу, в которой все компании наши проводятся. Там будет объявление, анонс о том, что идёт новый набор на компанию. Для участия нужно 4 персонажа. Ну, для начала одного, это любой дефолтный перс, не именной, любой закачки. Но у него свой трейд, который вы сами придумали. Его нужно будет через меня утвердить. Потому что люди начинают какой-то ад придумывать. Типа, там, у меня все во втором ковре с реролом. Там и стреляют на 2 плюс с реролом и так далее. Не надо такого делать. И потом уже у вас должно быть 4 героя. Как я говорил, один Чаптер Мастер, остальные уровни капитанов. У Чаптер Мастера свой какой-то артефакт. Но они пока не используются. Это на будущее сделано. Пока обычные герои бьются за артефакты, за опыт. Нельзя не брать артефакты из своих колоксов и именных персонажей. В остальном никаких проблем. Так что оставайтесь с нами. У нас еще много всякого интересного.